Вот так вот, 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 вот. Итак, перед нами шахматная доска, на которой 64 клетки и по 16 фигур у белых и у черных. Самой слабой шахматной фигурой является пешка. Она может сделать ход на одну клетку или на две клетки первым ходом. Также она делает взятие по диагонали. На одну клетку. Однако пешка является самой перспективной фигурой, так как, дойдя до восьмого ряда, она может превратиться в любую шахматную фигуру, кроме короля. Следующей шахматной фигурой по силе является конь. Он ходит буквой Г. Также может перескакивать через другие фигуры. Следующей шахматной фигурой является слон. Он ходит по диагонали. Дальше идут тяжелые шахматные фигуры. Это ладья и ферзь. Ладья ходит по горизонтали и вертикали, а ферзь ходит по горизонтали, вертикали и диагонали и является самой сильной шахматной фигурой. Король является самой важной шахматной фигурой. Он не такой подвижный, ходит всего на одну клетку во все стороны. Однако суть шахматной партии состоит в том, чтобы дать мат королю. То есть сделать такое нападение, от которого король не сможет уйти и никакая другая фигура не сможет съесть эту фигуру, которая напала на короля. Вот так вот, вот.